Мусор в Ульяновске 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 который складируется около контейнерных площадок, он должен быть вывезен не за счет жителей, а за счет внутренних ресурсов операторов. Оставленные после субботников мусор, неубранные контейнеры, жалобы поступают не только от жителей за свяжье. На прошедшем аппаратном совещании Сергей Морозов поручил до 1 июня вывести весь мусор. По информации регионального Министерства природы и цикличной экономики, отходы после субботников ликвидированы на 75%, ликвидировано больше 200 навалов. Также депутаты настаивают на замене контейнеров и обустройстве контейнерных площадок. В прокуратуре уже выписано два предписания регоператорам. Если регоператоры накопят четыре предписания, то они могут лишиться лицензии. Говорится, что у нас самый высокий тариф Ульяновской области по сравнению с другими регионами – это полное тоже вранье. Значит, в среднем по сравнению тариф человек 120 рублей. Здесь, в нашем регионе, с помощью Сергея Ивановича Морозова, нашей комплексной работы общественности, тариф уже снижен до 98-97 рублей человеку. Но мы считаем, что это не предел. Представители муниципальной власти заверяют ульяновцев, что весь мусор будет вывезен до 1 июня. Ульяновские полицейские провели процедуру реадмиссии одного из лидеров преступной группировки, которая отбывала наказание в местах лишения свободы России. Ранее уроженец Республики Узбекистан был осужден за Волжским районным судом за хранение наркотических средств в крупном размере и разбойное нападение. Министерство юстиции вынесло распоряжение о нежелательном пребывании данного лица на территории нашей страны. После освобождения из исправительного учреждения Ульяновской области по ходатайству полицейских судом было принято решение о помещении иностранца в Центр временного содержания иностранных граждан межмуниципального отдела МВД России Дмитровградский для последующей отправки его в Республику Узбекистан. В сопровождении правоохранителей иностранный гражданин из международного аэропорта Курумыч покинул пределы государства. 28 мая в России отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году декретом Совета народных комиссаров учреждена пограничная охрана границ РСФСР. Российским пограничникам приходится защищать самую длинную госграницу в мире. Ее общая протяженность составляет 61 тысячу километров, 15 тысяч из которых приходится на сушу. Россия граничит с 18 странами. Ульяновские стражи границы провели традиционный митинг на площади 30-летия Победы. Они возложили цветы к Вечному огню в честь воинов-пограничников, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Отечества. В Ульяновске продолжается международный кинофестиваль от всей души имени Валентины Леонтьевой. И в киноконцертном комплексе «Современник» состоялся предпремьерный конкурсный показ фильма «Дикие предки». На показе побывала Ирина Антонова. В понедельник в Доме культуры «Современник» было особенно оживленно. Желающих встретиться с актерами и посмотреть новый фильм, который еще не вышел на телевизионные экраны, но уже участвует в конкурсном показе кинофестиваля от всей души, оказалось предостаточно. Свободных мест в зале не было. И это не случайно. Фильм «Дикие предки» снимали в Ульяновской области. Гордость за родной регион переполняла сердца всех присутствующих в зале. К сожалению, на творческую встречу не смогли приехать московские актеры из-за неполадок самолета. Единственная, кто добралась до Ульяновска с опозданием в 4 часа – продюсер фильма Анна Крутова. «Сейчас одна из наших задач, чтобы фильм объехал конкурсы. Нам интересно в том числе выйти на международные конкурсы. Сейчас фильм отбирается на фестиваль в Китай, в Аргентину, в Южной Америке мы планируем, и в Европе. То есть у нас есть желание дать фильму прокатиться по фестивалям, дабы найти в том числе и там партнеров на наши следующие проекты. И, собственно, чтобы мы укрепились репутационно в профессиональном мире. И мы считаем, что фильм с этой темой толерантности межнациональной, он крайне интересен всему миру». Зато актеры из Ульяновска с удовольствием общались со зрителями. Особенно легко шел на контакт самый юный актер фильма – Константин Волков. Ему сейчас один год семь месяцев. Собственно, именно от его имени идет повествование в фильме. Во время съемок Косте было всего три месяца. Его родители Эльмира и Владимир очень гордятся сыном. Говорят, что он прирожденный актер. Также в фильме участвовал актер Ульяновского драмтеатра Андрей Бориславский. Он сыграл в «Диких предках» роль генерального директора авиазавода. Андрей Валентинович поделился своими впечатлениями от съемок. «Первый день действительно было очень холодно, а потом были до съемки в Москве, было очень жарко, но продолжали зиму играть летом». Конечно, съемки полнометражного фильма «Дикие предки» трех сериалов, «Выстрел в спину», «Одна ложь на двоих» и «Реставратор» в Ульяновской области стали возможны лишь благодаря содействию проектного офиса кинокомиссии, которая заработала на территории региона почти два года назад. Съемки фильма «Дикие предки» осуществила компания «Воронцово поле», которая выиграла конкурс от фонда «Ульяновск культурная столица» «Ульяновская область. Креативный регион» и получила грант на 15 миллионов рублей. Общий бюджет проекта превышает 70 миллионов рублей. Главные роли исполнили российские актеры Роза Хайрулина, Анна Уколова, Инга Оболдина, Камиль Ларин, Алексей Булдаков. Широкий прокат фильм планируется выпустить к началу следующего года. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды». В Ульяновске ликвидировали несанкционированную свалку автопокрышек. Складирование отходов обнаружили в районе Котлована у поселка Борьба железнодорожного района. В водоохранной зоне было обнаружено 50 кубометров резинотехнических отходов. Все автопокрышки пошли на переработку. Работу выполняли специалисты компании «Симбирск Торресурс» и волонтеры-экологи. После переработки автопокрышки превращаются в крошку. Они используются для улучшения качества асфальта, изготовления бесшовных спортивных покрытий, травмобезопасных детских игровых площадок. Также ею засыпают искусственные футбольные поля, набивают гимнастические маты и боксерские груши. В Поволжье завершился чемпионат при Волжской лиге Национальной ватерпольной ассоциации. На финальные игры ульяновская команда «Спартак» выехала в столицу Татарстана. И несмотря на то, что победы спортсмену не одержали, игра получилась зрелищной и эмоциональной. Поволжье завершился чемпионат при Волжской лиге Национальной ватерпольной ассоциации. Финальный третий тур прошел в Казани. Предыдущие игры проводились в бассейнах Ульяновска и Бузулука. Напомним, при Волжской лиге, поминив водному полу, появилась в начале этого года. Участниками стали любительские команды из Ульяновска, Казани, Нефтегорска, Самары и Оренбурга. Финальный турнир собрал в Татарстане пять команд. За призовые места разразилась баталия. Команды играли слаженно и не хотели уступать победу соперникам. Примечательно, что в двух казанских командах наряду с любителями играли и экс-профессионалы. Но это не помешало новичкам бороться наравне. Года два-три назад команда Оренбурга, Ульяновска к нам приезжали, они были явными аутсайдерами. То сегодня это уже даже этим и не пахнет, так сказать. Все игры, все игры, даже между фаворитами аутсайдерами носили очень напряженный характер. И все команды бились до последнего. И отсюда и счета в игре такие, там больше двух-трех мячей разницы не было. Особо организаторы и судьи отмечают ульяновскую команду «Спартак». Эти ребята никогда не играя в водное поло, просто сами научились играть, им понравился этот вид спорта и начали самостоятельно развиваться. Если они будут чаще приезжать сюда к нам в Казань и смотреть на наши игры и принимать участие в совместных играх, то их уровень мастерства будет только расти. Казанская школа водного пола – одна из самых сильных в России. Поэтому ульяновцы в сравнении с соседями – лишь новички. Однако прогресс заметен невооруженным глазом. Хотел бы отметить команду ульяновска двоих центральных нападающих. Это Грожевича Юру и Назарова Артура, которые за последние три года, я их просто видел три года назад, и как они тогда играли, и когда сейчас – это небо и земля. И их уровень мастерства очень вырос намного. Также хочется отметить игру и вратаря из команды ульяновска – Денис Терехин. И можно было по играм видеть, какие сейвы он прекрасные брал, выходы один на один. По итогам чемпионата победителями стали спортсмены ватерпольного клуба «Казань». Ульяновцы заняли четвертое место. Отрадно и приятно было наблюдать, что команды конкурируют, что борются. И, в общем-то, такая была живая борьба, что называется, на ножах. В планах лиги – проводить игры не только между взрослыми командами, но и юношескими. Казань, прибыли и юниоры из Ульяновска. Посмотреть на соперников и понаблюдать за игрой. Ребята надеются побороться за призы уже в следующем сезоне. Завтра в Ульяновской области ожидаются теплая и солнечная погода без осадков. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Температура днем составит 26 градусов тепла. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на информационном портале allpravd.ru. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok